Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые телезрители! Мы находимся в центре Сан-Гейтс. Меня зовут Майкл Меликов, руководитель центра Сан-Гейтс. И сегодня у нас программа, которая называется «Онтология тайн». Автор и ведущий ее, публицист, писатель Владимир Гольдштейн. Володя, добрый день! Здравствуйте! Сегодня очередная программа цикла «Онтология тайн». И мы сегодня поговорим о феномене, который интересует всех, всех, кто об этом слышал. Об этом слышали многие, и просто, может быть, сами не осознают люди, что они слышат именно об этом чуде. Мы сегодня поговорим о феномене контактерства. Что же такое контактерство? Ну, как я уже сказал, слышали многие, многие знают, что кто-то общается, кто-то общается с кем-то, с инопланетными сущностями, с высшими существами. И истоки этого еще находятся в Библии, ведь библейские пророки тоже с кем-то общались. Ну, в Библии идет речь о том, что это было общение с Господом. И вполне возможно, что так и было, но в чьем обличье проявлялся Господь? Вполне возможно, что это были некие высшие существа, которые находятся в божественной иерархии и говорили вот с пророками из Библии от имени Господа Бога. Ну, а более современных примеров достаточно много. Один из самых известных примеров — это Ванга, которая говорила, что она общается с пришельцами с планеты Вамфим. И те сведения, которые она узнает о людях, будущее, которое она предсказывала, во многом как раз вот являются и оттуда, от этих сущностей с планеты Вамфим. Есть множество других примеров. Я не буду останавливаться на Ванге, потому что о ней уже очень многое сказано, очень много можно информации найти. Но я хотел бы поговорить о некоторых других примерах контактерства. Один из самых известных — это Крайен. Некая сущность, которая вышла на контакт с Льюисом Кэролом, гражданином Америки, который совершенно неожиданно для себя обнаружил в 80-х годах прошлого века, что он общается с сущностью по имени Крайен. Это некий такой собирательный образ, как сказал Крайен. Он представляет собой целый сон сущности. И он здесь был, как он говорит, «Всегда». Очень продвинутый ченнелинг. Можно найти тоже массу информации об этом в интернете. Первая книга называлась «Последние времена». Первая книга «Последние времена». Затем была «Не думай, как человек». Это были книжки, которые рассказывали о том, что в 87-м году произошла так называемая конвергенция на Земле, великая, и было принято решение о том, что наша цивилизация не заканчивается, что мы прошли некий рубеж, некий этап, за которым новое развитие. И дальше последовало целый ряд книг. И сейчас сайт Крайен один из самых продвинутых, развернутых сайтов в интернете, где можно эту информацию найти на английском языке. Есть, конечно же, переводы на русский. И там, что называется, все обо всем. То есть там масса информации обо всех аспектах земной жизни дается Кэролу. Ну и не скрою, на одной из встреч с Луисом Кэролом я был сам. Эта встреча проходила в Чикаго. Это был открытый ченнелинг в достаточно большом зале, было много людей, было достаточно интересно. И информация, которая давалась, это была информация именно на том ченнелинге о ДНК человека, о слоях ДНК человека, о том, что представляют собой различные слои, причем те, о которых мы даже не знаем, и о том, как их развивать. Причем это совершенно прикладная информация, то есть это не какие-то отвлеченные материи, это на самом деле то, что можно применять в реальной жизни. И я еще хочу добавить, у нас были программы на радиоцентре Сангейт, и я сам вел эту программу с женщиной, она живет в России, и она как раз таки занимается перекодированием ДНК. То есть это действительно возможно, и те люди, которых она занималась, там есть групповые какие-то занятия, есть индивидуальные занятия, к ней приезжают, она очень востребованный человек, у нее все дети Индиго, и она как раз об этом говорит, и она, может быть, не называет Краина, Крайона, она знает, естественно, об этом, и она рекомендует чтению тех его книг именно в этой связи, чтобы понимать, кто мы есть и что мы есть. То есть это все действительно возможно, это действительно очень и очень интересно. Ну вот еще один пример, если отвлечься от Краина, еще один пример такого плотного и достаточно известного контактерства, это Стив Роттер и группа. Само название группа говорит о том, что это не одно существо. Также вышла на контакт со Стивом Роттером, тоже американцем, целая группа существ, и первая книжка, которую он написал, которая стала бестселлером, называлась «Вспомни». Там речь шла о том, что все мы должны вспомнить о том, откуда мы пришли из высшего нашего дома, спустились на землю, дальше подробно совершенно описывается наша жизнь, причем в такой увлекательной, достаточно простой форме, ничего заумного там нет, описывается для чего и как мы здесь живем, и дается тоже целый ряд советов человечеству, людям, которые это читают, о том, как же, в общем, жить нашу эту жизнь. Тоже информация, конечно же, есть в интернете, тоже можно об этом многое читать, выяснять, и Стив Роттер тоже сделал свой сайт, на котором масса полезной и ценной информации с переводами на русский язык, и каждый желающий может эту информацию найти. Еще один бестселлер книжки, которые стали, ну, на самом деле, блокбастером в прошлом веке, во второй половине прошлого века, ближе уже к концу прошлого века, это книги Нила Доналда Уолша «Беседы с Богом». Нил Доналд Уолш очень интересный человек, у него была тяжелая судьба, об этом даже снят художественный фильм, который рассказывает о нем, и когда он оказался в полной нищете, был совершенно на грани полнейшего отчаяния, он обратился с просьбой туда, наверх, к Богу, с просьбой, в общем-то, показать ему свет, и дать хоть какие-то советы, как ему уже дальше, потому что он находился, оказался у черты, у черты, за которые уже, как бы, ну, все, полное небытие. И он получил ответ, совершенно неожиданно для него, вечером, это во дня, когда он обратился, он получил ответ, Бог стал с ним разговаривать, он написал целую серию книг, которые называются «Беседы с Богом», книги эти изданы на русском языке, на английском языке, конечно же, тоже они есть, в ней абсолютно ответы на все вопросы, какие только могли прийти в голову Нилу Доналду Волшу, там все обо всем, подробнейшим образом изложена история нашей цивилизации, об отношении человека с Богом, или о том, что человек считал Богом, о том, какие эти отношения должны быть на самом деле, о нашем будущем, об инопланетных цивилизациях, в общем, подробнейшая информация обо всех аспектах жизни, и, пожалуй, вот с книгами Нила Доналда Волша по всей объемлемости может сравниться только вот следующий материал, о котором я сейчас скажу. Я только хочу добавить еще, действительно, Нил Волш, это был человек, он есть, точнее, человек необыкновенной судьбы, и он в одном, чуть ли не мгновение, потерял все, он потерял работу, он потерял дом, он потерял семью, и, действительно, он был на грани не то, что нищеты, он был на грани, вообще-то, самоубийства. Смерти? Да, потому что он, то есть, просто никчемное существование, он рылся на помойках, он был совершенно бездомный, его оттуда выгоняли, даже бездомные выгоняли, поскольку это была их территория, а он этого не знал. То есть, человек, который жил в социуме, и был довольно успешным, и имел хорошую работу, семью, детей. Идущий на радио. Да, но вот так получилось, что, опять же, как, что и почему, то есть, человек должен задуматься, что действительно с ним происходит. И он, действительно, начал, вот так вот обратился, и ему было дано какое-то откровение, действительно, есть фильм, где он об этом рассказывает, и потом, когда он стал это все писать, причем это невозможно человеку все это написать, потому что он этого как бы не знал, те люди, которые знают его, они не понимают, чем он занимался. То есть, вдруг, ни с того, ни с сего, он начал такие вещи писать, которые было, ну, совершенно логично предположить, что это не он делает. А он это не скрывает, то есть, он писал под диктовку. Можно еще, кстати, сравниться с одним человеком, я не знаю, Володя, есть ли у вас эта информация, но есть такой очень известный человек, в Бразилии, был такой, точнее, его зовут Чика Хавер, он написал под диктовку, то есть, это контактеры... Автоматическое письмо. Да, да, автоматическое письмо, он написал под диктовку, более, это единственный человек в мире, который написал такое количество книг, не сам, он никогда не занимался литераторством, никогда не занимался, вот, вот как-то он-то получил такой контакт, и он написал 400, по-моему, 28 книг. Ну, это, кстати, вот признак, когда люди начинают писать какие-то вещи, которые совершенно никак не сопоставляются с их личностью, совершенно ясно, что этот человек никогда бы сам такое не придумал, не написал бы. Это один из признаков, вот, феномена контактерства. Конечно же, есть люди, которые утверждают, что все это далеко не от светлых сил, что многое, особенно автоматическое письмо, от сил темных, не от Бога, от противоположной, так сказать, стороны действительности, и эти точки зрения тоже имеют право на существование, тут уже каждый решает для себя, просто, так сказать, рассматривая эту информацию, вникая в нее, если такое желание есть, каждый может составить себе это представление. И вот я упомянул еще об одном контакте, всеобъемлющем. Это контакт с Ра. Произошло это так же в конце, вот, как и большинство контактов в конце прошлого века. Автор Элкинс Дон, этой контактерской литературы, и соавторы Карла Рюкерта и Джим Маккарти. Была написана целая серия книг, они вошли, вернее, с ними вышла на контакт сущность, которая назвала себя Ра, и которая рассказывала о том, что именно она стояла у истоков египетской цивилизации, это тот самый бог Ра, который мы знаем из истории Египта. Ну, бог Ра, во всяком случае, это известный, это же бог Солнца. Да, это бог Солнца, и вот это была группа сущность, или сущность, которая называлась Эбера, и которая вот контактировала с древними египтянами. Вот, что об этой книге своей говорит Элкинс Дон. Эта книга, точная запись 26 сеансов эксперимента по общению с инопланетным существом, сделанная после расшифровки магнитофонных лент. Мы начали эксперимент в 62-м году и совершенствовали процесс на протяжении 19 лет. Вот сколько времени шел этот контакт. И в 81-м году качество и точность экспериментальных результатов наших усилий существенно изменились. Я подробно помню, вот полностью все это прочел. Там очень интересно, что этот контакт отличался от других. Он отличался тем, что для того, чтобы этот контакт был целостным, для того, чтобы там происходила точная передача информации, все это происходило с Библией, с потиром, со специальными приспособлениями, которые обеспечивали высокую точность и чистоту этого канала связи. Там нужно было, чтобы очень точно лежало у изголовья женщины, которая контактировала Библия. Очень точно были расставлены некие там церковные атрибуты. И только тогда вот контакт происходил, потому что этому не мешали, тогда не мешали, вот сущности из, ну скажем, с темной стороны, которые были не заинтересованы в том, чтобы этот контакт происходил. Но возникает вопрос, вот как-то все это информация о контактерах из англоязычного мира, а были ли контактеры на территории бывшего Советского Союза, постсоветских республик, то есть как бы вот почему-то все это вроде бы уходит в такую англоязычную культуру. На самом деле все это не совсем так. Не совсем так, и один из ярких примеров этого Виктор Коршунов или Коршунов, можно найти, наверное, Коршунов, можно найти также информацию подробнейшую о нем в интернете. Он сам рассказывает о своем контакте в течение трех часов. В интернете, на Ютьюбе есть ролик. И Виктор, начался контакт его еще из пермской зоны, если кто помнит, в конце уже советской эпохи была так называемая пермская аномалия на Урале, где происходили постоянно контакты с инопланетянами, где было обнаружено множество объектов инопланетного происхождения. И именно там он туда поехал со своими знакомыми, друзьями. И там произошел этот контакт. С ним вышли в соприкосновение представители неземной цивилизации. Причем он не очень хочет называть, кто это, потому что говорит, что потом возникает множество лжетолкований и попыток тоже установить этот контакт, но уже совершенно как бы все это не имеет той чистоты, которая должна быть. Но информация, которую он излагает, она очень точная. И более того, он рассказывает о том, что ему, скажем, для него была создана некая матрица, в которой он мог путешествовать и может путешествовать, очевидно, и сейчас, к дальним объектам, включая объекты Солнечной системы, планеты, межпланетные станции. И это даже было использовано учеными, которые потеряли одну из марсианских станций. Она сошла с орбиты и связь с ней была потеряна. И он в этой матрице, которая просто представляет собой некий скафандр, в котором его тонкое тело перемещается на дальние расстояния, ему удалось туда отправиться и восстановить связь с этой станцией до какой-то степени. Хотя те, кто с ним контактировали, сказали ему, что зачем тебе нужен этот хлам, говоря вот об этой станции Марс, там какой-то у него номер, я уже не помню, когда есть совершенно более новые, намного лучшие способы контакта, когда можно отправиться к Марсу и получить информацию, как говорится, из первых рук. Меня вот что, ну, скажем, затронуло в этой информации, она тоже очень большая, то, что рассказывает Виктор Коршунов, там есть информация о нашей душе. И он говорит, в частности, о том, что не такой большой срок отпущен нашей души для развития. Всего порядка двух тысяч лет. И вот в течение этих двух тысяч лет мы путешествуем из жизни в жизнь, мы инкарнируемся. И вот в течение этого срока душа должна выйти на, скажем, новый виток развития, то есть соединиться с Богом, к которому она пришла. Поэтому, ну, как бы терять времени нельзя. Виктор рассказывал и рассказывает о том, что у него контакт происходит примерно раз в неделю. Он находится, так сказать, в полном общении с этими учителями, с инопланетянами. Они присутствуют здесь постоянно. Он подробно рассказывает об инопланетных космических кораблях, о том, что они из себя представляют. Говорит о том, что да, были катастрофы, об этом очень часто много очень слуха и много информации. Но это были катастрофы космических кораблей, пилотируемых биороботами. То есть никаких живых инопланетян в руках наших правительств нет. Но есть биороботы, потерпевшие аварию в космических кораблях. И часть этих технологий использована для развития, в частности, для развития военных технологий. Использована военными, использована военными инженерами. Так что, вот, это не слухи. И на самом деле правительства Земли прекрасно знают, прекрасно осведомлены о том, что у нас на Земле находятся гости из космоса. Ну, эта информация, как мы знаем, каким-то образом засекречена. И там действительно туда попасть совершенно невозможно. Она засекречена, причем по всему миру. Есть на это причины особые. Ну, посмотрим. Как есть, так есть. Ну, наверное, жизнь покажет. И очень многие контактеры говорят о том, что когда человечество будет в большей степени готово, произойдет открытый контакт, о котором многие мечтают, если не все, и о котором давно уже идет речь. То есть, ну, инопланетяне сочтут возможным выйти с нами в открытую связь. Об этом будет тогда уже сообщение в средствах массовой информации. Все это будет официально признано. Но время еще не пришло. Возможно, оно скоро придет. Да, ну, я могу еще только добавить. По поводу русскоязычных контактеров. Есть и проживает сегодня очень известный человек на территории России. Ее зовут Татьяна Николаевна Микушина. И она очень известная. И она имеет, как она говорит, прямой контакт с высшими существами. И через нее идет общение с очень и очень известными личностями. Издано огромное количество книг, как на русском языке, так и на английском языке. И у нас в центре Сан-Гей, кстати, были такие презентации на эту тему. То есть, последователи Татьяны Микушиной, они об этом рассказывали. И все это как бы звенья одной и той же цепи, которая говорит о том, что существует общение действительно с высшими силами. Существует общение. Их как угодно можно называть. Высшие силы энергии. Дело терминологов. Да, аватары. И если, дорогие друзья, у вас есть какие-то вопросы по этому поводу, если вы действительно даже хотите пообщаться с людьми, которые испытывали такой контакт, они... Добро пожаловать. Есть, да. Да, пожалуйста, общайте нам. Ну, во-первых, вы это можете сделать тройное W. SunGatesRadio.com. SunGatesRadio.com. Это на русском языке. SunGatesCenter.com. Это на английском языке. Если у вас есть желание пообщаться по Skype, тогда это SunGates. Солнечный оборот на конце буквы S по-английски. SunGates108. И телефон 1847-226-9956. Еще раз, Владимир, огромное спасибо вам за очень интересную информацию. Спасибо за внимание. Да, дорогие друзья, мы рады, что вы нас смотрите, задаете нам вопросы. И это была программа из цикла «Онтология тайн». И до новых встреч. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok